Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 29 октября, и в этот день мы обычно рассматриваем валютные пары австралийский и новозеландский доллар. В обзоре прошлой недели эти пары несколько выросли, дав тем самым сигнал на восходящее движение, однако продолжение эти импульсы не получили, пары встретили сопротивление и начали снижаться. Исходя из этого, можно предположить, что нисходящая коррекция пока продолжается, а в данный момент идет фаза консолидации. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ставка на рост по австралийскому доллару не реализовалась, очередная волна захлебнулась на уровне 0.7145, выступившей довольно серьезным сопротивлением. Неоднократные попытки пробить его не увенчались успехом, что привело к боковому движению с умеренным восходящим уклоном. Графически это похоже на фигуру клин, которая закончилась последующим стремительным снижением. В настоящий момент цена уже пробила поддержку на 0.7081 и направляется в сторону разворотного уровня на 0.7020. Такая динамика укрепляет точку зрения о том, что пара находится в фазе флэта. Также нисходящая коррекция старшего порядка еще не завершена, что дает основание считать, что она еще и имеет перспективы на продолжение. Закрепление в текущих уровнях позволит сменить приоритет на нисходящее движение в ближайшей перспективе. Ну а на актуальном графике подтверждением этому станет сейчас ретест сопротивления на 0.7081 и последующее формирование нисходящего импульса. Ключевым моментом является способность преодолеть уровень 0.7020, который является предыдущим локальным минимумом, что в свою очередь нацелит пару в область 0.6961 и 0.6927. Отмена текущего сценария состоится при восстановлении цены выше разворотного уровня на 0.7145. Аналогичная ситуация сложилась и в новозеландском долларе с той лишь разницей, что достичь первую целевую отметку на 0.6719 паре все же удалось. Хотя и характер движения был также больше флэтовым с небольшим восходящим уклоном, очевидно этот уровень оказал сильное сопротивление, поскольку сразу после достижения этого уровня цена почти сразу стала резко снижаться. В данном случае ключевые уровни пока не нарушены, но сам характер движения дает основания пересмотреть перспективы будущего движения. К тому же стремительный пробой уровня предыдущего локального максимума в районе уровня 0.6667 и возврат под него ставит под сомнение возможности дальнейшего роста пары. Ну и на актуальном графике ключевым моментом для подтверждения является закрепление под уровнем 0.6667, который играет роль сопротивления. Если состоится его ретест, то необходимо будет дождаться последующего отскока цены с формированием нисходящего импульса и обновлением локального минимума ниже уровня 0.6628. В этом случае есть шанс, что пара нацелится в область более раннего локального минимума на 0.6564 с перспективой прохода до уровня 0.6512. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня, расположенного на уровне 0.6702. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.